дорогие друзья мир всем сегодня хотел поделиться с вами двумя интересными событиями делами в нашей жизни значит первое это наш судовой журнал крестьянский и второе как я удалил свой канал ю тубе ну начнем с первого когда мы приехали переехали из города в деревню у меня были некоторые болячки которые привез из города мне пришлось лежать в больнице и когда я был в больнице в палате с нами лежал со мной дедушка один который значит в разговоре поделился своим опытом жизненным и посоветовал мне убедительно посоветовал завести книгу хозяйственную книгу ну тем более он знал что я ему рассказал свою историю что мы переехали недавно из города в деревню планируем заниматься крестьянским хозяйством вот он сказал завести такую книгу в которой бы я отмечал события интересные в общем все что происходит нашей жизни рецепты какие-то советы дела и так далее и я послушал своего совета значит по приезду домой может быть через месяц через полмесяца вот мы завели такой судовой журнал но я его так назвал потому что мы сюда записываем все наши события я хотел поделиться вот этим хорошим опытом с вами зачем вообще это нужно это оказалось очень интересное значит и необходимое дело потому что мы сюда начали записывать все наши значит нашу жизнь наши события какие-то даже финансовые дела и потом это пригодилось для сравнения например там с прошлым годом с позапрошлым годом и вот в качестве примера я бы хотел зачитать некоторые интересные моменты мы начали увезти с апреля 2015 года вот получается в четырнадцатом осенью мы переехали вот из пятнадцатого я начал вести значит я хочу зачитать буквально три момента ну например например 7 это вот уже апрель 2016 года 7 апреля размёрзся водопровод мы жили в старом доме у нас был шланг значит с водой когда мы летом могли воду набирать из колодца вот дата что мы что уже значит тепло было и уже размёрзся водопровод ну например 16 05 это получается в мае этого же года черная барануха из молодых родила на поле баранчика тоже тоже интересно значит 28 мая я первый раз искупался в озере это все один год давайте тут например шестнадцатый год сейчас что-нибудь такое прям 24 это в шестнадцатом году 24 апреля березовый сок помутнел и закончился и заканчивается вот тоже интересно даже по крайней мере можно уже быть готовым посмотреть эти записи и на следующую весну ну вот в данную весну быть готовым хотя бы примерно к сбору березового сока чтобы он не застал тебя врасплох или чтоб ты там не опоздал его собрать например вот тут значит окатилась верхняя левая агрессивная крольчиха вот даже такое у нас было значит я ездил барнаул тут какие-то дела приобрел что-то купил взял ячмень у фермера вот собственно вот такая очень полезная книга значит кто когда приехал забрал мясо тут засолили капусту очень помогает в хозяйстве особенно я думаю что и в жизни даже если человек городе живет наверное все равно это будет нужно это что-то видеть девника вот девник обычно ну человек пишет о своей жизни вот здесь эта книга у нас хозяйственная то есть мы пишем полностью какие-то дела в нашем хозяйстве она нам очень помогает и я советую всем кто также планирует переехать из города в деревню обязательно заведите такую хозяйственную книгу или судовой журнал он вам очень поможет введение вашего хозяйства в том числе и финансах вы будете знать вашу убыль прибыль ну и так далее а теперь перейдем ко второй части как я удалил свой канал в ю тубе дело было так значит когда мы переехали из города в деревню мы стали записывать видеоролики для того чтобы можно было поделиться выставить их в нашу группу вконтакте группа вконтакте крестьянское хозяйство устиного вы значит для того чтобы туда выставить надо их сначала поместить на youtube а потом уже по ссылке ну мы их размещали там в общем мы создали для этого канал в ю тубе закачали туда сколько-то роликов по ну не сразу по ходу действия по времени и через какое-то время мы перестали туда закачивать ролики как бы заниматься им ну просто было некогда вот и собственно просто про него забыли совсем немножко вот а канал мы организовали 2016 году буквально в конце девятнадцатого года видать время подошло я решил его реанимировать заняться им накопилось определенное количество уже роликов ну какого-то опыта и так далее все-таки пять лет прожили и когда я решил зайти в административную часть этого канала как в как владелец я не мог этого сделать потому что я не знал ни логина ни пароля ну потому что все-таки три года назад было то есть где там чего запомнишь я давай искать думаю где то же я это записал перебрал все возможные там записи какие-то тетрадки книжки и почему собственно эта часть ролика связана с первой а потому что на помощь пришла хозяйственная книга в которой я когда-то когда-то ну и не зря я это сделал значит записал логин и пароль вот от этого канала потому что не имея ни логина ни пароля ты вообще никак не зайдешь туда то есть вот он просто канал будет ну плавать так скажем и все вот такая политика собственно у ютуба ну что никаким образом никак просто не сделаешь ну ладно слава богу я туда зашел все обрадовался увидел значит и как как так получилось собственно неприятности значит с апреля месяца youtube поменял я не компьютерный человек в общем как бы как создал новую платформу что ли на который нужно если у тебя канал был создан когда-то давно то этот канал нужно перенести вот как-то но я сами и своим языком выражаясь на новую платформу значит посоветовался с человеком он говорит посмотри видеоролик как это делают люди и все четко пошагово также сделай ну хорошо а время уже было конец дня ну это не просто конец дня уже вечер тоже был уже уставший после работы ну было огромное желание это сделать как-то все быстрее и кстати один интересный момент что на этом канале за три года было уже 1300 человек подписчиков неплохо да при всем том что мы только закачали ролики начата стал я делать нашел этот ролик стала делать пошагово и в одном моменте я смотрю что у меня появились в общем вопросы смотрю что у того человека который делал немножко по-другому чем у меня но меня это не остановило я решил сделать все таки подумал что наверно может быть может быть у мужика у того в ролике что-то не так значит когда произвел определенные манипуляции и смотрю что результат у меня получился совсем не такой как там в ролике у того мужика который объяснял здесь не зря же существуют пословицы на руси поспешишь горит людей насмешишь 7 раз примере один отрежь вот ну в данном случае я об этом не подумал игру время как-то было позднее уже не хотел никому звонить советоваться в итоге когда я начал быстренько вернуть назад то есть я к чему все это говорю что это не компьютерная игра где там можно сохраниться и потом начать заново все уже произошел неотвратимый процесс значит получилось так что я свой канал удалил безвозвратно уже ничего не помогло я конечно был в шоке в легком ну старался что-то сделать а уже ты ничего не сделаешь ну и все собственно вот такая история значит немножко поговорить поговоривала так скажем и решили заново с нуля создать новый канал потому что ну есть есть ролики которые интересно было бы выставить я думаю интересно было бы их увидеть есть какой-то опыт которым хотелось бы поделиться для тех кто собирается планирует переехать из города в деревню на землю заниматься своим хозяйством поделиться своими ошибками хотелось бы успехом каким-то вот я думаю это будет интересно и полезно поэтому мораль это и басни или ролика значит не надо торопиться если в каких-то вопросах в каком-то деле возникает вопрос то лучше остановиться и спросить взять консультацию у человека но более компетентного значит обладающего информации полной вот я этого не сделал соответственно потерял канал на котором было 1300 подписчиков все-таки как бы немало вот теперь мы будем постепенно возвращаться опять к тому что утратили да это не смертельно но не очень хорошо в общем так что желаю всем не спешить консультироваться если возникают вопросы ну включать голову останавливаться и поэтому я искренне желаю всем мудрости вам в любых ваших делах никогда не опускайте рук когда случается данная ситуация и один интересный момент после того как я удалил канал я стал смотреть как его восстановить ну тоже искать ролики и скажу что это безвозвратный процесс максимум что можно восстановить это путь к этому каналу значит у тебя уже не будет на нем они подписчиков не роликов поэтому здесь нужно быть весьма весьма осторожным желаю вам успехов в ваших делах и если вы считаете это видео полезным делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях ставьте лайк вот и мы глядишь опять вернемся к тому что у нас было всем всего хорошего и до встречи в новых видео если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного а